И так, вы определились с темой выступления, нашли именно ту тему, которая откликается вам в вашей душе. Как делать, что делать дальше, особенно если вы никогда не имели опыта публичных выступлений? Дальше я всем начинающим, да господи, да что греха-то я и сам до сих пор этим пользуюсь, советую применить подход под названием курсовая. В чем заключается подход? Наверняка все из вас, нет, мы не скриншот будем делать, все из вас делали курсовые работы в ВУЗе. Ну, по крайней мере, тем, кому повезло, не повезло в нем учиться. С чего начинается курсовая? Курсовая начинается с листа задания. Помните, это та вещь, которая заполняется в бессознательном состоянии? Что в листе заданий важно? Важна цель, задача и предмет исследования. Казалось бы, господи, все вы заполняли это абсолютно не задумываясь, чаще всего не включая никакие доли головного мозга. Итак, предмет исследования, это что вы будете вертеть. Это очень важно определиться, потому что, как показывает моя практика, доклады, которые не имеют четко выраженного предмета исследования, будут обречены быть таким переливанием из пустого в порожнее. Предметом исследования может быть продукт. Продукт в данном случае это там библиотека, да? Библиотека. Фреймворк. Да, давайте еще пересвернуем дальше не предмет исследования, а более правильно, чтобы мои преподаватели были объект исследования. Или процесс. То есть, и опять же, вы давайте, чтобы было не исследование, а доклада. Процесс итеративного улучшения слайдов в действии, объект доклада. То есть, вы либо смотрите на продукт в приложении к какой-то это, смотрите, как он решает поставленную задачу. Или изучаете процесс, опять же, процесс решения задачи. Когда вы смотрите продукт, то ваша презентация будет состоять. Вот эта вот задача, то тут-то решена так, то имеет такие-то недостатки. До презентации про процесс рассказывают про то, что в процессе решения задачи мы пробовали такие-то, такие-то подходы, имели такие-то результаты, имели такие-то, такие-то действия. Все. Тут, в принципе, я думаю, особо много, как говорится, растекаться мыслью по древу не надо, но все сводится к задаче. Задача, по-другому ее можно назвать проблема. А я люблю упоминать вообще простую фразу, где болит. Помните, какого черта? Вот она. Задача – это то, что, куда вы должны прийти. Навыки публичного доклада, если не брать совсем-совсем редкие исключения, которые, как известно, лишь подверждают правила, являются напрямую навыками публичного сторителлинга. Рассказы историй. Любая история просто обязана иметь завязку, развитие, вот уж не помню, как оно правильно называется, кульминацию и развязку. Завязка – это, собственно, постановка задачи или рассказ, где болит. Развитие и кульминации – это то, что мы любим называть словом «мясо». и развязка – это то, что получилось в итоге и выводы. Пока вы только начинаете свой путь «professional presenter», советую вам не отходить от этого привычного подхода. Дело в том, что даже если вам кажется, что какой-то спикер публично нарушает это, то чаще всего нет. Просто завязка может выглядеть как кульминация, но ей не окажется. Или окажется, но просто с кульминацией одновременно использована как завязка. Это хорошо известный по голливудским приемам пример флешбеков. А еще чаще всего по сериалам. Каждый первый сериал пользуется этим подходом. Когда вы вначале показываете самый крутой момент, и зрителям интересно, блин, ну что же было до этого. И вы медленно-медленно подводите, чтобы потом дать развязку. Как же все это решилось? Дальше. Да все вот это, все вот это меркнет перед формулировкой цели. Цель определяет ценность вашего доклада. Цель. Вот каждый раз, когда я начинаю проектировать свой доклад, в следующем видео мы поговорим о переходе от словесной руды к структуре доклада. Я начинаю с того, что выписываю цель. Что я хочу добиться своим докладом. Цели в моей картине мира бывают пяти основных пунктов. Цель не делайте так. Очень крутая цель, когда вы хотите поделиться экспертизой, что так не работает. Цель. Делайте так. Вот между этими двумя целями очень такая сложная грань и сложное взаимодействие. Если вы делаете доклад и делаете так, то вам могут сказать, что вы нарушаете правила критикуя предлагай. Обычно я, когда делаю подобные доклады, я защищаюсь от этого и говорю в конце, собственно, критерии идеального решения. И честно говорю, что я его не знаю. Таким образом, если в конце, после доклада встанет человек и начнет рассказывать, что существует библиотека SuperGyperLambdaRxJS, которая абсолютно точно решает все ваши проблемы и проходит по вашим критериям, вы можете спокойно поблагодарить его. И это ни в коем случае не будет выглядеть слабой позицией. Это вы изучили вопрос, проработали решения, которые не подходят, и вы сэкономили программистам, вашим коллегам, большое количество времени. И благодаря вопросу на конференции люди узнали, а что же подходит. Кстати, как показывает моя практика, чаще всего предложенное вот таким образом решение является дешевыми понтами и на самом деле не подходит. Доклад «Делайте так» имеет риск не превратиться в рекламу продукта. И чтобы этого не произошло, обязательно указывайте проблемы решения. Не существует решения с серебряной пулей. У меня есть одно правило. Я не веду курсы по вещам, которые либо мне совсем не нравятся, либо сильно нравятся. Вот, к примеру, поэтому на данный момент на проекте JavaScript Ninja нету курсов по Angular. Первое время он мне совсем не нравился, а сейчас он мне сильно нравится, и это означает, что я пока не понимаю его проблем. Серебряной пули не существует. Кстати, обратите внимание, вот сейчас, по сути, я веду перед вами доклад по конструкции «Делайте так». И вот я вот этой вот зоной, красненькой, по сути, защищаюсь, описывая проблемы существующих решений и их риски. Следующий тип доклада. Смотрите, как вышло. Этот тип доклада чуть сложнее сделать зрелищным, но он хорошо заходит на больших серьезных конференциях, где важна аналитика. Вы не пропагандируете конкретный подход как решение конкретной задачи, а даете подход плюс результаты. Выводы делает каждый самостоятельно. То есть, если в первых двух вы пропагандируете конкретное мнение, то в докладе смотрите, как вышло, вы предоставляете метрики, а дальше выводы делает каждый сам самостоятельно. Из хорошего напасть на такие доклады крайне сложно, потому что, опять же, выводы делают сами участники, делает каждый по себе. Но сделать интересным такой доклад гораздо сложнее. У вас должна быть действительно жесткая аналитика по поводу интересной метрики. Для чего? Для того, чтобы у людей было достаточно информации, чтобы сделать вывод. Если вы не дадите им достаточной информации, на вас обидятся и будут, в общем-то, правы. Дальше. Четвертый пункт, кроме как... Смотрите, как вышло. Мотивационные доклады. Я не буду на них останавливаться. Каждый первый уважающийся бизнес-тренер занимается мотивационными докладами. Мне неинтересно про них говорить. Но, тем не менее, мотивационные доклады – это совершенно отдельная категория, где основная задача – не научить и не дать аналитику, а побудить. И это эмоциональный интеллект. Если у вас нет харизмы спикера, или если это у вас первый доклад, «Доклад, пожалуйста, не делайте так». И последний тип докладов, самый сложный, вот по-хорошему, по-хорошему, идеальный кейноут обязательно должен быть из этой категории. Это философия. Готовить такие доклады очень тяжело. Я до сих пор недоволен тем, как я готовлю доклады на этом уровне. Под философией я понимаю не пустые разглагольствования какого-то абстрактного великого гуру-спикера про какие-то космические корабли, которые бороздят бескрайние просторы большого театра, а попытка выделения метазнания, то есть знания о знании. То есть, грубо говоря, взять процесс развития фреймворков и отследить в нем какие-то интересные закономерности. Это не смотрите, как вышло. Вот это кейс-стадия. А вот это не кейс-стадия. Это попытка аналитики высокого уровня. То есть, человек пытается обнаружить скрытые зависимости в системе. Ваша цель обязательно должна быть сформулирована в двух предложениях. Цель моего доклада на HolyJS, с которым я выступил, была у меня сформулирована так. Рассказать участникам о своем опыте построения надежных систем. Указать, какие слабые места есть в подходах. Все. У меня получился гибрид. Смотрите, как вышло. И делайте так. Я... Как это? Вот давайте так. Как это? Junior. Presenter. Где-нибудь вот здесь проходит граница. Middle. Presenter. И Senior Presenter. Постарайтесь не лезть в зону Senior Presenter, пока вы не прошли предыдущие двери. Я стараюсь работать вот в этой зоне, где я заштриховал. Мне в ней сейчас максимально комфортно. Обязательно, обязательно осуществляйте верификацию. Мы с вами поговорим о написании дальше доклада, но я специально повторюсь это сейчас. После того, как вы сделали слайды, ответьте на вопрос, а соответствуют ли они той цели, которую вы перед собой ставили. То, что вы должны и так знать из курсового, цель и задача, это совсем не одно и то же. Да? И цель проблема. Цель рассказать о проблеме слабая, слабый подход для доклада. Вот. То есть, что вам необходимо? Заполнить листок курсовой, в котором есть цель, есть проблема, есть объект исследования. Формулировка объекта исследования позволяет вам убедиться, что вы не витаете мыслью по древу, конкретно описать, что вы вертите, в своей презентации, грубо говоря, в руках. Проблема, ну, по сути, она должна являться поводом для вашего выступления, но это позволит вам проконтролировать, что ваше выступление полезно, а цель, цель задает, куда ваше выступление должно прийти. Ну что же, на этом у меня, так, 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 одну секунду, у меня почему-то был дикий лаг, на этом у меня, собственно, все, как видите, за окном уже совсем темно, в следующем видео мы поговорим о построении первичной структуры доклада. Надеюсь, было полезно, пока. Пока.